Вебинар называется «Дидактическая сила визуальности. Примеры, инструменты, лучшие практики». Визуальность, почему о ней стоит говорить вообще в контексте обучения? Ну, наверное, потому что это, наверное, общее место, да, мы это повторяем очень часто. Более там от 80 до 90% всей информации мы получаем через глаза. Да, и, ну вот даже текстовая информация, она тоже идет через глаза, но немножко опосредованно. То есть это не непосредственно визуальная информация, а информация, переданная посредством символов. Но непосредственно визуальная информация имеет некую особую силу, если она сделана особым образом, конечно, да, и передает нам, ну что ли, некоторую дополнительную информацию, или не знаю, как это сказать. Делает информацию такой, что ее проще преобразовать в знание. Давайте сначала поговорим о визуальности в целом. Это будет недолго. И потом перейдем к вопросам визуализации. Вот на своем курсе по учебному видео я показываю всем такой ролик, точнее ссылаюсь на этот ролик. Да, кстати, одну минутку вы мне не напомнили, и я этого не сделал. Сейчас сделаю. Я разрешил скачивание сейчас для презентации, и вы можете скачать файл презентации к себе. Это имеет смысл сделать, потому что у меня достаточно много ссылок в презентации, которые потом удобно будет посмотреть, и они хорошо дополняют то, что я сегодня буду говорить. Итак, вот на этом курсе я привожу пример вот этого ролика. Ролик был снят еще в 80-х годах прошлого века, то есть ему как минимум 35-40 лет этому ролику. И тем не менее, там очень четко прописаны дидактические возможности учебного видео. Сейчас мы посмотрим. Часть из них касается визуальности непосредственно. Это принцип наглядности, принцип достоверности, принцип динамизма, принцип перехода от анализа к синтезу, выделение основной информации, эмоциональности и увлекательности, помощи в развитии навыков и умений, и индивидуальное и адаптивное обучение. Вкратце сейчас поясню, что они означают. Принцип наглядности. Ну, тут все понятно. На это вот как раз визуальность как есть. То есть все приходит к нам через глаза, и поэтому это имеет особую дидактическую ценность. Достоверность. Все, что изображено, ну, как правило, если это не какие-то абстрактные картины, да, а нечто реально существующее или опирающееся на какие-то представления о том, что реально существует, оно вызывает чувство достоверности. Именно чувство, да, то есть это не всегда на самом деле достоверно, да, но чувство достоверности существует. А если такое чувство есть, то дидактическая возможность повышается, потому что когда человек не чувствует учащийся, не чувствует достоверность, то это и плохо закрепляется в его голове. Динамизм. Ну, все понятно, видео движется, поэтому динамизм. От анализа к синтезу это достаточно сложный момент. Давайте его опустим, тем более, что для нас это сейчас непрофильно. Вот очень серьезный принцип выделения основной информации, которая вообще и в учебном виде, и в визуальности в целом является основным. При помощи учебного видео легко выделить основную информацию, будь то информация пространственная, например, наведя камеры, или сделав увеличение на том объекте, который сейчас является основным, или на временной шкале увеличив или уменьшив скорость записи таким образом, чтобы процесс, который мы хотим представить, представлялся в наилучшем временном измерении. Эмоциональность и увлекательность. Понятно, да. Все, что... Ну, проще говоря, книжка с картинками более эмоционально и увлекательна, чем книжка без картинок. Не буду больше объяснять, там можно долго по этому поводу говорить. Помощь в развитии навыков и умений. Любые инструкции, видеоинструкции и просто инструкции, сделанные с большим количеством иллюстраций, они позволяют развить навыки и умения. Например, вы загружаете учебный ролик с YouTube, смотрите его и разбираете свой телефон пошагово, прямо так, как было написано. Индивидуальное и адаптивное обучение. Это тоже очень интересный момент. Когда вы имеете какой-то, скажем так, идеальный ролик, идеальное выполнение каких-то действий, сами вы должны научиться этого делать. Дальше делаете ролик свой, сравниваете два ролика, видите разницу, неидеальность в своем исполнении чего-либо. И дальше происходят итерации до тех пор, пока идеал не будет найден. Ну вот, одним из примеров такого... такой визуальности в видео является стиль Common Craft. Это компания, которая специализируется на учебном видео, делает это простейшими средствами, без красивых каких-то картинок. А вот просто такими вот вырезанными из бумаги простыми рисуночками, которые перекладываются и между тем достигают замечательных эффектов в объяснении чего-либо. Ну а теперь давайте посмотрим, а что у нас остается, если мы убираем слово видео и переходим просто к визуальности как таковой. То есть расширяем диапазон средств, не только видео, но и визуальность стационарную тоже включаем сюда. Принцип наглядности остается, потому что на иллюстрациях очень хорошо учится человек. Принцип достоверности. Да, разумеется, все, что касается видео, можно и в статике, только это немножко, ну немножко менее достоверно, скажем так. Достоверность видео лучше соблюдается. Принцип выделения основной информации. Да, конечно, ради этого мы все и делаем. Ну то есть не только ради этого, но и в том числе. Принцип эмоциональности и увлекательности. Чуть может быть пониже, чем в видео, но все равно, как я сказал, книжка с картинками всегда лучше, чем без картинок. Ну и помощь в развитии навыков и умений. Разумеется, можно это делать не обязательно по ролику, а по хорошей раскадровке тоже можно совершенствовать свои навыки и умения в чем-либо конкретном, вполне конкретном и имеющем непосредственное приложение. Ну а теперь перейдем от визуальности как таковой к... А, да, еще есть один момент, общий такой, да, по поводу метафоры как объяснения. Метафора вообще является замечательным объяснением, если вы нашли, хотя и опасным достаточно, потому что может нас увести от объяснения важного к сравнению неважных качеств каких-то. Но если метафора очень хорошо подобрана, то у нее очень большая объяснительная сила. Это касается и визуальной метафоры. Визуальная метафора в объяснениях очень хороша, когда вы подбираете картинки таким образом, чтобы... Как скачать презентацию с мобильного телефона? К сожалению, это зависит от той системы, которую вы используете. Вот есть только тот способ, который вебинар.ру сделал. Это нажатие на кнопку файла наверху над моим изображением. Другого, честно говоря, не знаю просто. Вот. Ну, если что, потом мне напишите, и я вам вышлю, если не удастся. Вот. Удобнее, конечно, смотреть вебинары за большим компьютером, хотя понимаю, что не у всех это получается. Вот. Так вот, метафора, она, конечно, может быть и словесной, и даже в этом виде она имеет силу, но может быть и визуальной. Вот, как, например, здесь. Ну, здесь и словесная, и визуальная. Я эту метафору взял из видеолекции, которую проводил известный популяризатор астрофизики. Сергей Попов, вот, и он привел вот такое вот сравнение, что солнце, оно только кажется нам, ну, не кажется, оно на самом деле огромный светящийся шар, в котором очень много энергии, но если брать его удельное тепловыделение, то есть тепловыделение на единицу объема, там нет никаких, кроме его центра, основная часть солнца, это просто разреженный газ, который чуть-чуть излучает. Так вот, он излучает так же примерно, как у него, его тепловыделение такое же, как у кучи прелых листьев. Представляете, даже не у человека, не у теплокровного животного, да, а просто у кучи прелых листьев, вот, примерно такое же тепловыделение. Да, обязательно, обязательно будет запись вебинара. Ну, и давайте теперь все-таки от визуализации перейдем, от визуальности перейдем к визуализации и, соответственно, к более техничной ее части, такой, как инфографики. Если визуальность вообще, вот она, да, хороша, то есть некая особая ее часть, которая для нас особо важна. Это визуализация, то есть придание визуальности тем объектам и тем процессам, которые изначально не визуальны, либо их визуальность достаточно для нас, от нас скрыта, да. Ну, простейшую визуализацию мы постигаем еще в школе, когда на алгебре рисуем графики функций. График, например, расстояние от времени. Вот нарисовали этот график. В принципе, когда мы идем в пространство, и мы не чертим никакую кривую, да, но такая кривая очень хорошо позволяет нам понять суть процесса. И это используется в математике. Вот это может быть непростейшая, но достаточно известная всем инфографика, визуализация, которую можно считать, ну, каждый согласится, что график функции это достаточно наглядная вещь и позволяет лучше понять суть этой функции. Функция сама по себе абстрактна, а графики ее визуализированы. Поэтому график это хорошо, да, то есть это для нас, для преподавателей, график это хорошо. Ну, инфографика это еще более специфическая вещь. Это когда мы уже либо какие-то конкретные факты, либо чаще конкретные данные представляем в виде визуальности. Разумеется, эта визуальность должна нас к чему-то подталкивать, к тому, что мы в голове своей имеем. Потому что если визуализация это набор пятен, которые мозг не может никак ни с чем ассоциировать, тогда от нее пользы не будет. Да, коллеги, если вы можете решить это своими совместными усилиями, кто-то кому-то поможет, я буду очень-очень благодарен. Насчет сертификата. В самом конце нашего вебинара я скажу, где и как можно приобрести сертификат. Так, итак, давайте поговорим об визуализации инфографики. Начнем с истории, как всегда. История достаточно интересная. Вот инфографика, которая считается одной из первых. Нарисована она была после... Ох, сейчас выпала из памяти фамилия автора. Прошу прощения. Нарисована она была после войны Наполеона с Россией. Инфографика 1869 года. Вот здесь, смотрите, видно, как светло-коричневая линия – это армия Наполеона по пути в Москву, а черная линия – это его отступление. Величина, толщина этой линии – это величина армии. Вот очень интересно, много можно понять, где и когда Наполеон терял свои войска. Оказывается, что при Бородино уже не так много войск было. То есть он много потерял по пути. Вот в связи с холерой, в связи с плохой логистикой, с боями, хоть и не главными, но тем не менее отнимающими много сил и так далее, и так далее. Вот, то есть очень наглядная вещь. И, наверное, не впервые, но одна из таких явных первых визуализаций, которые мы можем найти в истории. Уже к концу 19 века инфографика часто используется в различных журналах, газетах и прочих средствах массовой информации. Вот здесь вы видите, это Россия. Если не изменяет память, это из журнала «Живописное обозрение» конца 19 века. Вот здесь сравнительная величина морских сил Англии, Франции и России. Соединенных Штатов, Германии и Италии. И величина этого корабля, она в некотором смысле соответствует величине флота. А здесь, правда, немножко остается за обсуждением, что именно здесь имеется в виду. Объем каждого корабля или его размер от мачты до нижней части самой. А это очень важно, потому что соотношение объемов идет как третья степень от линейной величины. И в настоящее время в инфографике этот вопрос применяется. То есть стараются не делать объемных фигур, чтобы не вводить в заблуждение. И даже площадные фигуры используют с особым смыслом. Ну и я думаю, что здесь вряд ли имелась в виду привязка конкретная к конкретным данным. А скорее просто место, которое занимает те или иные флота в ряду других. Вот другой такой пример. Это уже начало 20 века. Сравнительная численность крестьянства и служивого сословия. А это из какой-то газеты. Тоже начало 20 века. Здесь больше эмоций, чем непосредственного сравнения. Но тем не менее, можно примерно представлять, что крестьянство в те времена превалировало. Ну и вот такой очень странный пример из инфографики. Это тоже какой-то журнал, не знаю какой, в России 24 года. Это, ну, по сути дела, графики рождаемости и смертности по годам. Начиная от 1867 года до 1923 года. Вот видим, как во время 19-20-й годы это гражданская война, как сильно возросла смертность. Смертность это вот свисающие с потолка такие темные человечки, видимо, имеется в виду мертвецы. Немножко удивился я такому графику. Но, тем не менее, так достаточно наглядно тоже получается. Ну и давайте поговорим о настоящем состоянии инфографики. Инфографика, вот из того, что нас интересует, я хотел бы выделить два момента. Это инфографика, которая сделана руками, то есть нарисована специалистами, дизайнерами по инфографике. Обращаю ваше внимание, что, как правило, хорошая инфографика делается не просто дизайнером любым. Вы не можете нанять любого дизайнера, это должен быть специалист по инфографике. Вот. И некая инструментальная, то есть та, которую автор, не специалист, может сделать, применив какие-то инструменты. Совсем недавно соотношения между этими двумя видами инфографики были вот примерно такие. А вот пример сложной комплексной инфографики, которая была создана руками. Вот здесь очень много чего показано. Это инфографика про прошлую 2016 года выборную кампанию Трампа. И здесь много-много чего. Всякие соотношения слева в виде диаграмм различного рода. Также какой-то график, который показывает его популярность, насколько я понимаю. К этому графику приурочены какие-то его высказывания, такие достаточно острые, которые позволили ему, ну как предполагается здесь, повышать свою популярность. Ну и там само изображение Трампа и так далее, и так далее. Тут это такая качественная, комплексная, дорогая работа. Ну и с другой стороны вот такое достаточно плоская инфографика на основе шаблонов, которая мало в общем. Ну да, есть ли некая визуальность, но это, конечно, не идет никакое сравнение с предыдущим примером. Впоследствии мы увидим, что за последние несколько лет вот такая вот шаблонная инфографика шагала семимильными шагами. И современные инструменты позволяют делать инфографику, если не такую же по качеству, как ручную, то уже далеко ушедшую от того, что показано на вот этом рисунке. Этому мы посвятим часть сегодняшнего вебинара. Инфографика делится на инфографику знаний и инфографику данных. Такое деление на два класса привел мне один из российских дизайнеров-специалистов по инфографике, один из лучших. Я, к сожалению, сейчас не назову вам его имени. Ну вот просто имейте в виду, и я посчитал, что такая типология простейшая, бинарная, она имеет право на существование. Инфографика знаний — это то, что позволяет нам не численные данные, а какие-то абстрактные вещи, абстрактные, может быть, заявления или абстрактные... Ну, любую абстрактную... нечто абстрактное представить визуально. Инфографика данных, напротив, — это то, что позволяет визуализировать данные. Это вот то, что мы часто и называем инфографикой в привычном смысле этого слова. Инфографика знаний... Ну вот, давайте пример представлю. Вот, например, инфографика знаний. Это, ну, здесь на английском языке, факторы, влияющие на... Факторы, влияющие на стоимость еды, выращенной на фермах. Вот, вот здесь обращаю внимание, что еда представлена в виде кукурузы, кукуруза разделена на части, и каждая из этих частей показывает какую-то часть затрат, которые идут на производство этой еды. На что надо обратить внимание? Размер этих частей, он не соответствует вкладу этого фактора. То есть, это просто упоминание о том, что данный фактор существует. Вот, поэтому это именно инфографика знаний, а не данных. Это про вот эти факторы, а не про их численное влияние. Я хотел бы также привести еще несколько примеров инфографики знаний на примере вот таких вот фотографий. Да, инфографика иногда бывает и фотографическая, не обязательно инфографика бывает нарисованная или созданная искусственно. Вот, это, кстати, пример для вас, как можно делать инфографику, обладая доступом к каким-то процессам, но не обладая... И обладая креативностью, но не обладая способностью к рисованию. Да, вот вы видите, что здесь просто реальные объекты в развитии. Слева это развитие хлопка от бутона через цветок и коробочки. А справа это развитие кофе, кофейного зернышка, тоже примерно тот же путь, от цветка до кофейного зерна, потом молотая кофе и, в конце концов, чашка. Очень детальная и информативная. В то же время это инфографика знаний, то есть не содержит в себе какой-то численной информации, например, о времени, за которое это все проходит. Ну и еще одна инфографика знаний, вот такая смешная. Я ее где-то нашел и сохранил для себя. Это такая инфографика знаний для фотографов. Вот чем отличается большая диафрагма от... Большое относительное отверстие в объективе от малого. Ну и вот тут показан код с расширенными зрачками и снизу код со сведенными зрачками, с маленькими зрачками. Вот очень наглядно, на мой взгляд, для фотографов может быть. Еще одна инфографика. Ну так, здесь на... На границе между инфографикой данных и инфографикой знаний. Очень неплохо сделанная, но это уже профессиональная и вручную сделанная инфографика о том, какие существуют коктейли и как их приготовлять на основе совокупности ингредиентов. Ну, здесь есть такой эстетический прием. Применяется эстетика чертежа, хотя, конечно, никаким образом приготовление коктейлей в виде чертежа не может быть показано реально. Но в данном случае это оправдано. Это как бы придает пример точности. То есть, точнее, это метафора точности. Вот видите, тут даже угловой штамп нарисован, такой вот привычный для тех, кто технические вузы заканчивал. Вот, очень интересная инфографика. Ну, вообще говоря, это скорее инфографика знаний. То есть, тут говорится, как. Численно тут тоже есть некоторые параметры, но они, в общем-то, не главные. Тут главное это сообщить, как, а не сколько. Ну, а инфографика данных, конечно, она больше развита, и ее значимость повышается с каждым годом, потому что количество данных возрастает. Объяснять эти данные необходимо, объяснять эти данные необходимо, ну, всем. Правительству необходимо объяснять данные своим гражданам, руководителям компании необходимо объяснять инвесторам данные, которые пришли о компании. Ну, и нам, преподавателям, важно иметь возможность продемонстрировать данные своим ученикам, чтобы они поняли, что это такое. Потому что данные как таковые, особенно в сыром виде, да и в очищенном все равно. Если они массивные, то есть представляют собой как минимум таблицу, а иногда и несколько таблиц, то они для восприятия очень сложны. Может быть, в этой огромной таблице найдется только, скажем, 100 на 100 строк и столбцов, найдется всего пара десятков значений, которые действительно важны. И это можно показать визуально, но почти нельзя показать просто численно. Поэтому, конечно, для обучения инфографика данных это тоже очень-очень-очень важно. Ну, и инфографика данных имеет очень много типовых способов представления. Некоторые из них я вам покажу, когда будем конкретный инструмент изучать. Ну, а пока в общем. Вот одна из инфографик данных. Это количество миллиардеров в каждой стране. Здесь приведена карта мира и на выносках количество миллиардеров. Размер вот этого кружочка, он должен соответствовать количеству миллиардеров. Ну, здесь, в общем, не соблюдены основные правила инфографики, где говорится, что если у вас площадная фигура, вы должны опираться на площадь, а не на радиус. В данном случае здесь идет опора на что-то среднее. То есть, вообще, количество, которое приведены выше, да, вот 442, 29, 46, они соответствуют, ну, практически ничему не соответствуют. Они примерно соответствуют размеру. Но что имели в виду авторы, не ясно. То есть, если вы создаете такую инфографику, помните, что привязываться надо обязательно к площади, а не к линейному размеру. Вот другая инфографика, которую я очень люблю. Тут вот внизу есть кликабельная ссылка, потом посмотрите. Это сравнительная значимость денег. Если обычно все товары измеряют в деньгах, то тут, наоборот, деньги измеряют в типовых товарах или вообще в типовых бюджетах на большой протяженности от единиц долларов до триллионов долларов. То есть, 12 порядков. Вот. И тут есть участки долларов тысяч, миллионов, миллиардов и триллионов. А вот там, где триллионы, это, например, долг Соединенных Штатов совокупный. Там, где единицы, это какие-то бытовые товары. Вот. Один квадратик – это одна единица, денежная единица. Тут применяется метафора бесконечного холста. Это изображение гораздо больше, чем здесь показано. И его детали можно разглядывать. Вот, например, вот так вот или еще больше. Вот так вот. Это, например, кусочек там, где миллиарды. И вот, например, вы можете сравнить справа, вот, например, какие-то типовые богатства. Пол Аллен, Марк Цукерберг, Стив Балмер. Но это, правда, достаточно давние данные. По-моему, 15-го года где-то. Стив Джобс еще, вот как живой здесь представлен. Эрик Шмидт и так далее. А слева тут кассовые сборы различных фильмов. И вот, да, это можно часами разглядывать, на самом деле. И очень хорошо дает представление о том, какая... Ну, что есть деньги. То есть, что чего стоит. Есть также другие метафоры. Вот есть такая метафора оси масштабов. Она интерактивная. В отличие от предыдущей картинки, которую можно только увеличивать и уменьшать. Ну, то есть, она сама уже нарисованная. То есть, здесь вот интерактивное увеличение и уменьшение. И на гораздо большем масштабе. От где-то, ну, то есть, где-то от минус 34 степени планковская длина до величин Вселенной. Это где-то 10 в 30 метра. То есть, огромный диапазон. И здесь можно просто мышкой тыкать на центр этой картинки с тем, чтобы проваливаться дальше, смотреть детали, все больше и больше детали. Здесь показан сравнительный размер различных предметов и явлений. Вот. И очень хорошо понятно, что есть то, что... Это очень, кстати, полезно, потому что мы часто не понимаем, что на самом деле соответствует чему. То есть, что больше чего, что меньше чего по размеру. А это очень важная информация физическая. Вот. Итак, да, вот это увеличенный размер. То же самое. Вот можно дальше проваливаться. Там это уже муравей. Там дальше большая, самая большая бактерия. И начинаются уже всякие длинные волны и прочие мелкие вещи. А вот еще один очень важный вид инфографики данных. Это так называемая тепловая карта. Вот здесь мы видим немецкая инфографика по заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения по возрастам. По горизонтали у нас возраста, прошу прощения, по вертикали у нас возраста от нуля до более чем 90 лет. По горизонтали недели, начиная от 11 недели 20 до 9 недели 21 года. Ну и мы вот видим, как развивалась эпидемия в разрезе возрастном. Ну сразу здесь бросается в глаза, что какая-то странная структура. То есть есть какой-то провал с 60 до 75 лет, где заболеваемость большая, но все равно меньше, чем рядом в возрастах. Можно строить предположение, почему и как это происходит. Вообще тепловая карта – это очень простой и важный способ информирования. Иногда достаточно просто в Excel выделить массив информации, стандартными средствами Excel покрасить его. И это придает сразу вашим данным некую визуальность, которую можно уже демонстрировать и что-то утверждать на основе ее. Вы видели тут уже некоторое небольшое количество видов инфографики. Если говорить об этом более подробно, а также о том, и это очень важно, какой из видов инфографики соответствует, нужно применять в каких случаях, то я вам рекомендую вот эту книжечку, книжку Александра Богачева. Александр был у нас в июне прошлого года, вел последний вебинар прошлого сезона. Вообще замечательный автор и интересный человек. Я вам предлагаю эту книжечку купить, найти каким-то образом и обязательно прочесть, если вы интересуетесь более глубоко, как представлять данные в визуальном виде. Один из тезисов Александра заключается в том, я с ним в общем-то согласен, хотя согласен, ну скажем, на 90%, не на 100%. Сейчас объясню почему. Один из его тезисов заключается в том, что инфографика не может просто визуализировать то, что вы сами не понимаете, что она должна сказать. Инфографика должна формулировать некий тезис или месседж. То есть, ну вот, например, инфографика, в которой показан рост экономики СССР и стран. Капиталистических стран с 28-го года до 40-го видно, как, какими большими темпами растет СССР. И тут явный достаточно месседж есть о том, о лучшем развитии СССР по отношению к другим странам. Ну а теперь посмотрим ту же самую информацию в другом виде. Вот, это, если в предыдущем случае это был процент к уровню, то есть процентный рост, то вторая часть это рост в долларах, ну то есть в каких-то единицах, сопоставимых единицах. И мы видим, что здесь, хотя тоже видно, что рост СССР шел бурными темпами, но совсем не так все хорошо выглядит, как на предыдущем графике. То есть это просто два графика, где правда, и там, и там. Александр называет левый график графиком охранителя, а правый график это график либерала. Ну это так, в кавычках, конечно. На самом деле правда и там, и там. И если вы оба эти графика разместите, это будет правильно. Но мы видим, что как в зависимости от того месседжа, который мы хотим передать, меняется тот вид инфографики, который мы выбираем для нашего месседжа. Вот, бывают, правда, и другие случаи. Вот я хотел бы вам задать вопрос, если кто-то не знает. Вот как вы думаете, что это за странный график, и откуда в нем такой странный провал? Есть какие-то предположения? Напишите в чат, пожалуйста. Я подожду. Вот специально не буду говорить, чтобы кто-то из вас что-то написал. Ну что, есть какие-то предположения? Очень просто интересно, что вы можете по поводу этого графика подумать. Ну, хотя бы одно предположение. Так, ну ладно, не хотите. Новое исследование. Ну, здесь, да, здесь как раз это мой тезис, состоящий в том, что иногда, может быть, на 10% Александр и не прав. В том смысле, что иногда данные можно давать для того, чтобы с открытым месседжем, чтобы получить этот месседж от ваших студентов, чтобы они проанализировали эту визуализацию и что-то сказали по этому поводу. В данном случае это график распределения оценок в польском аналоге ЕГЭ, где 30 баллов – это, ну, некий зачет, что ли, да, то есть ниже – это двойка. И мы видим, как субъективность преподавателей сказывается на этом графике. Ну, по идее, график должен быть почти колоколообразным, да, то есть, ну, не гауссоиды, но что-то вроде этого, да, вот. Ну, а вместо этого мы получаем вот такой вот странный график, который говорит просто о том, что большому количеству учащихся преподаватели натягивают оценку. Ну, или если, то есть, если 29, то ставят ему 30 или 31 балл. А вот если 26, то тоже в основном, а вот если 23, то уже машут на него рукой, двойка есть двойка, уже дальше не… Вот, то есть очень симпатичный вид инфографики, который я всегда показываю, который просто говорит о том, что… вот сразу говорит о том, что происходит. Вот, ну, если контекст, конечно, дать. Вот, ну, и еще одно последнее перед тем, как перейти к изучению какого-то инструмента, ну, хотя бы такого поверхностного, конечно, изучения, но все-таки. Да, хотел бы сказать о том, что инфографика может еще нести эмоции на себе. И это иногда хорошо. Может быть, это хорошо и у нас в обучении, но не уверен, что всегда. Ну, вот, например, в СМИ вот такая замечательная инфографика была. New York Times, апрель 2020 года, смертность от коронавируса в разных городах. И вот мы видим, что Нью-Йорк – это огромный пик, который пронзает всю газету. Конечно, создатели инфографики могли бы пронормировать эту инфографику так, чтобы эти пики остались в пределах самого рисунка. Но они сделали так, чтобы это эмоционально воздействовало на людей. И вот такая вот инфографика. Она, с одной стороны, верная, то есть тут по числам все правильно и пропорционально. А с другой стороны, ее, то, что она протыкает название газеты, говорит, вот, не просто газета, а протыкает слово New York, да, говорит о том, что как она сделана и какую эмоцию она передает. Ну, такие вещи можно, конечно, делать только с ручной графикой. Вот. А следующий раздел нашего вебинара – это мы поговорим о том, что же за инструменты есть сейчас, чтобы делать красивую, хорошую инфографику, и какие в них есть хорошие шаблоны. Но я хотел бы вот между этими пунктами представить свой курс, который состоится 18 мая. Называется он «Визуализация инфографика в онлайн-обучении». Вот ссылки на него тоже есть. Давайте я ссылки сейчас продублирую. Одну минутку. Забыл это сделать сразу. Две ссылочки на этот курс. Сейчас приведу. Первая ссылка ведет на мой собственный лендинг этого курса, а второй уже на ту страничку, с которой можно на него зарегистрироваться. Курс проходит третий год. В прошлом году очень популярный курс был. Вот. Один из моих любимых курсов, которые я веду. Всех приглашаю на этот курс. Да. И хотел бы отметить, что для участников вебинара до 14 мая действует старая льготная цена на курс, которая примерно на 30% меньше, чем поздняя цена. Ну, не буду очень много саморекламе посвящать время. Давайте перейдем к нашему пункту про сервис Flowrish. Почему я хотел бы рассказать вам именно об этом сервисе? Потому что он реально прекрасен. То есть с появлением этого сервиса возникла ситуация, когда авторский инфографик может быть во многом, в очень многом не хуже, чем инфографика, сделанная руками опытного дизайнера. Сервис Flowrish в настоящий момент принадлежит Google, поэтому вам надо иметь Google аккаунт для того, чтобы с ним работать. Вот. Еще одна приятная черта Flowrish состоит в том, что этот сервис практически бесплатен. То есть все основное в нем бесплатно. Единственная цену, которую вы платите за то, что... за то, что ничего не платите, заключается в том, что вся ваша инфографика является доступной для всех. Вы ее представляете в общественное достояние, то есть каждый может ее использовать. Более того, каждый в два клика может перейти на вашу инфографику, перевести ее в свой собственный аккаунт и там продолжить ее изменения. То есть на основе вашей инфографики сделать свою собственную инфографику. Вот это та цена, которую вы платите, это публичность за пользование этим сервисом. Вот. Если хотите делать какую-то секретную инфографику, например, для своей компании, вот тогда вынуждены вы заплатить, а в остальном он бесплатный. Вот наверху ссылка на этот сервис. Работает он по следующему принципу. В этом сервисе есть большое количество качественных шаблонов. Эти шаблоны, во-первых, очень хорошо отрисованы, то есть это реально хорошая дизайнерская работа. Там хорошо подобраны цветовые схемы. Эти шаблоны имеют достаточно высокий уровень интерактивности. В отдельных случаях эта интерактивность даже превращается в динамизм, то есть это динамическая инфографика становится, то есть один шаг до видеоинфографики. И еще немаловажный факт, а может быть это даже и главный факт, заключается в том, что количество настроек этих схем, оно чисто профессиональное. То есть оно составляет, ну, там, от нескольких десятков до нескольких сотен пунктов. Поначалу это кажется сложным, но на самом деле это все очень круто. То есть потратив, скажем, там, день на то, чтобы понять, как это все работает, вы потом имеете в руках очень мощный инструмент, мощный бесплатный инструмент. Давайте пройдемся по тем схемам, которые здесь предоставляет этот сервис. Это обычные графики, статические диаграммы, это то, что почти везде есть. В том числе в Excel интерактивные карты, пузырьковые диаграммы, всякого рода иерархические диаграммы, диаграммы гонки, вот это динамические, которые мы все очень любим, карточки с фильтрами, диаграммы с NK, трехмерные, ну, не буду здесь воспроизводить, очень-очень много. И давайте визуально посмотрим на то, как это все представлено. Вот это основная страница, главная страница выбора шаблонов. Это, разумеется, не все шаблоны и даже не все типы шаблонов. Их там около сотни. Ну, вот одна из моих любимых визуализаций. Это шаблон опрос, шаблон, который очень хорошо может показать на объемах примерно от нескольких десятков до нескольких тысяч элементов показать соотношение каких-то категорий в списке. То есть, например, у вас есть список опрошенных. В данном случае это, например, список участников одного из моих курсов. И есть несколько характеристик. Одна или несколько из них могут быть числовыми, а другие просто категориальные. Ну, например, мужчина-женщина. Тариф номер один, тариф номер два, тариф номер три. Количество выполненных домашних заданий. Ну, и так далее. Вот. И вы можете при помощи вот этой вот инструмента, который расположен в правом нижнем углу, выбирать и сравнивать их по разным категориям. Присваивая разным категориям то цвет, то размер вот этих кружочков, то еще какие-то характеристики, то разбиение по группам. Вот. И это, ну, жутко просто классно, когда вы в первый раз смотрите это. Это позволяет очень хорошо интерактивно понять соотношение категорий по всему объему списка. Шаблон СНК, такой достаточно сложный и редко применяющийся шаблон, который позволяет стадийность преобразования чего-то во что-то показывать. Вот. Ну, не буду сейчас останавливаться, он действительно редко применяется. Очень простой шаблон — это карточки, где представлены, ну, в данном случае какие-то кандидаты в президенты или в какой-то, в сенаторы. Вот. Их можно по-разному отсортировать, по разным признакам получать их в списке. Шаблон СРАВНЕНИЯ. Когда у нас слева одна картинка, справа другая картинка, они похожи, но чем-то отличаются. И дергая вот эту границу посередине, вы можете перемещать и понимать, какие изменения произошли в одном относительно другого. Шаблон ТОЧЕЧНАЯ ДИАГРАММА подойдет для научных работников, которые проводят различные опыты. Здесь можно просто поместить, скажем так, грязные значения своих опытов, то есть не отсортированные, еще без выводов, в этот шаблон и получить вот такие вот точечные диаграммы, в которых вы можете наблюдать за плотностью вероятности того или иного события. Я прошу прощения, это называется не плотность вероятности, я забыл, как статистически это называется, но смысл примерно тот же. Плотность вероятности был бы, если бы это было бесконечное число опытов. Что еще? Ну вот такой шаблон ПАРЛАМЕНТ, очень простой и понятный, да, то есть цвет соответствует каким-то партиям, сверху можно переключаться между годами выборов. Аккордная диаграмма, которая применяется тоже очень редко, но очень интересная. Это когда у нас есть несколько, в данном случае шесть каких-то чего-то, например, стран, компаний или еще чего-то, и они каждый друг с другом по какой-то характеристике соотносятся. Причем эти характеристики числовые. То есть, ну, например, это импорт-экспорт или какие-то иные вещи. И вот можно тогда нарисовать вот такую вот диаграмму, в которой показать все потоки обмена, ну, например, импортом-экспортом. Тоже получается достаточно визуально и понятно, что здесь происходит. Шаблон гонки, один из моих любимых шаблонов, это динамическая инфографика, которую можно превратить в видеоинфографику. Давайте я вам даже такой пример сейчас покажу, запущу видео, чтобы мы посмотрели, что у нас здесь происходит. Это инфографика, индекс цен производительных промышленных товаров по странам, странам бывшего СССР. С 2014 года по 2017 год. Интегрально. Вот видим, что происходит какое-то движение, и это можно назвать гонкой. Поэтому можно также публиковать поверх всей инфографики какие-то сведения о том, что, например, произошли какие-то события, которые как-то влияют на эти цены в данном случае. Справа показывается месяц и год. Видите, они мелькают. Январь 16-го. Февраль, март. Мы видим, как разные страны по-разному реагируют на, ну, во-первых, естественные процессы роста или падения цен, либо на какие-то события, которые происходили в окружении. По сути, эту информацию можно показать другим образом, просто нарисовав 10 графиков. Но это будет гораздо менее наглядно, потому что, ну, собственно, организовав это в виде гонки, мы некий драматизм сюда вводим. Разумеется, если никакого драматизма реально нет, то, собственно, и не о чем говорить, зачем это показывать в таком виде. Но если соревновательность имеет место быть, то это очень классный шаблон для того, чтобы показать данный процесс. Моя любимая тема – визуализация, возможно, также на основе гигапиксельных изображений. Сейчас в интернете с каждым годом становится все больше и больше огромных гигапиксельных изображений, показывать которые просто в виде иллюстраций невозможно, потому что в них содержится гораздо больше информации, чем можно в иллюстрации показать. Ну вот в данном случае представлен общий вид на произведение Брегеля старшего «Битва масленицы и поста». Мы видим вот тут вот лица главных героев. Если бы это была просто картинка, то мы бы при увеличении ничего бы толком не увидели. А здесь мы видим, что эти лица показаны с очень хорошим при 30-кратном приближении вот в таком замечательном качестве. Если бы это была не гигапиксельная картинка, а мегапиксельная картинка, вот мы получили бы то, что вы сейчас видите справа, а не то, что слева. Такие картинки, сами по себе являющиеся визуальными, еще допускают некие возможности дополнительной визуализации при помощи, условно говоря, наезда и отъезда условной камеры в тех местах, где это необходимо. То есть в данном случае визуализация заключается в том, что мы дополнительно визуализируем какие-то конкретные места, известные нам, создаем интерактивное или видеопутешествие по этим местам и таким образом повышаем качество рассмотрения данной картинки. Разумеется, это может быть не обязательно произведение искусства, это может быть какая-то техническая картинка или рентгенограмма, или биологический срез под микроскопом. Повторюсь, таких картинок становится все больше и больше с каждым годом. Вот один из примеров, где можно найти такие картинки на Викискладе. Можете посмотреть себе, скачать такие изображения. Еще один пример визуализации. И внизу ролик от компании Mercator, где их генеральный директор Андрей Скворцов рассказывает, в каких случаях инфографика не нужна. Иногда есть ряд простых случаев, когда проще показать просто большую цифру, нежели что-то рисовать. Люди у нас такие достаточно грамотные. И если нет избытка данных, а есть одно или два числа, или два или три числа, то имеет смысл просто эти числа продемонстрировать в увеличенном виде с тем, чтобы они сами по себе явились бы инфографикой. То есть вот такие огромные числа позволяют понять лучше, чем если бы мы это нарисовали в виде какого-то квадратика или диаграммки небольшой. Ну и тут 15-минутный ролик примерно, который объясняет, как и почему это можно и нужно делать. Ну и еще одна подсказка, говорящая о том, что креативность иногда может заменить дизайн. Вот над этим примером очень смеялся Александр Богачев, о котором я недавно говорил. Говорил, что это классный пример креативного подхода к инфографике. Вот инфографика – это не всегда просто красивая отрисовка, это иногда и способ, не иногда, а почти всегда, способ визуально что-то объяснить. Вот здесь визуально объясняется процесс деления клетки. Хотя, конечно, не в хорошей... Ну, то есть очень просто и очень примитивно, но тем не менее человек обошелся всего пятью символами для того, чтобы... с клавиатурой для того, чтобы объяснить, как делится клетка. Ну и в наших случаях иногда полезно вот какие делать вещи. Если вы нашли в сети ресурс, интерактивный ресурс, который соответствует вашей задаче объяснения, но он интерактивный, и в этом его... ну, как бы и радость, и горе наше. Радость в том, что вы можете пойти в любом направлении в этой интерактивности и посмотреть что угодно. А горе заключается в том, что если на него просто дать ссылку вашим студентам, они могут пойти не туда и не узнать то, что вы хотите. Поэтому интерактивный ресурс, в принципе, достаточно просто превратить в видеоинфографику, сделав запись последовательных шагов в этом интерактивном ресурсе. И вот пример такого подхода я хочу показать на своем собственном ролике, который я уже достаточно давно, в 15-м году сделал. Вот ролик посвящен демографическим процессам в мире по континентам. Сначала рассматривается весь мир в целом от 1950-го до прогноза до 2100-го года, а потом по континентам. Давайте посмотрим. Это полувозрастные диаграммы, так называемые. По вертикали рост, по горизонтали количество, процентный состав. Вот это весь мир в 1950-м году и начинает год меняться. Мы видим, как диаграмма прорастает наверх, увеличивается количество людей старших возрастов, уменьшается количество людей возрастов детских возрастов. Ну и вот это все превращается в такую вот пулю примерно. А теперь по континентам давайте посмотрим. Мы видим, что Европа уже имела такой пулеобразный вид уже в 1950-м году. А вот Африка, это даже не пирамида, а скорее такой вот очень стелящаяся вниз с какой-то фигурой. И вот они меняются. К середине нашего столетия уже все, кроме Африки, приобретают такую вот форму. Ну и к концу столетия уже и Африка становится похожа на все остальные континенты. Вот это вот простейшая инфографика, которая сделана на основе... Сейчас скажу, как сделана. Включу снова нашу презентацию. Сделана следующим образом, просто на соответствующем сайте. Его, кстати, можете посмотреть, классный сайт. Снизу на него ссылка. На определенных континентах нажималась кнопка плюс 5 лет. Вот. И, ну, чтобы... Вот так вот примерно это сейчас выглядит, немножко по-другому, в современном виде. Вот видите, тут кнопка плюс 5. Вот на нее можно нажимать или плюс 1, если хотите. Но смысл в том, чтобы если бы это было... Это надо делать с какой-то частотой, не меняющейся. И для этого был скачан вот такое вот приложение, которое называется метроном. Оно тикало и раз в 2 секунды в данном случае. И раз в 2 секунды под этот звук я нажимал на кнопку плюс 5 лет, одновременно записывая экран в виде скринкаста. Ну и вот на основе этого можно сделать вот такую вот инфографику. Еще раз. Никакой отрисовки, никакой самостоятельной работы программной, просто запись скринкаста и способ, по которому вы идете по этой фигуре дальше. Так, ну что ж, на сегодня у меня все. Я в конце хотел бы еще раз представить свой курс. Если кому-то интересно, милости просим. Приходите. Если есть у вас вопросы, я в настоящий момент могу на них ответить. Еще раз хотел бы привести ссылку на свой курс. Очень хотел бы видеть вас на нем. Вот. Ну и Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!